400 миллионов рублей такова сумма задолженности на 11 сентября перед газпром теплоэнерго и значит из-за этого отопительный сезон который судя по погоде должен начаться 20 сентября может быть задержан поставщики газа несмотря на то что это как бы наша главная контора но прислали письма по факту ограничения поставки и отключения котельных сезонные газовые не выходят точно при условии непогашения долгов и соответственно идут ограничения с последующим отключением по газу котельных которые находятся в гопушке от управляющих компаний требуют гарантийные письма но и они остаются просто бумажкой как заметили в газпром теплоэнерго платежная дисциплина хромает из-за накопившихся долгов потребителей наблюдается недостаток денег на ремонт и модернизацию сетей осложняет ситуацию с долгами то что из-за пандемии сейчас запрещено ограничивать подачу ресурсов и к сожалению еще здесь хочется добавить что много населения думает большинство населения думает что так и будет продолжаться и можно будет не платить и даже есть такие мнения что потом нам спишут задолженность за жку этого не будет хотелось бы пользу случай может быть обратиться к населению и не знаю не предупредить а даже рекомендовать наверное все таки оплачивать свои коммунальные услуги 40 миллионов должны водоканалу сейчас ресурсники просят помощи в информационном обмене в части смены собственников должны управляющие компании из электричества мосэнергосбыту ситуация к сожалению бывает остается не очень хорошее состояние на 9 сентября задолженность у нас живых управляющих компаний вот я беру старые долги 71 миллион 71 миллион имеется снижение конечно с начала года вот но в принципе незначительные задолженность возникает в основном у компании которые не выводят жителей на прямые договоры коснулись и долгов региональному оператору 61 миллион рублей в компании создали отдел по работе с дебиторской задолженностью предлагают несколько выходов из ситуации договор цессии переход на прямые договоры для совместного решения вопроса рек оператор готов к диалогу анастасия спирина александр девкин яков глейзер пушкинское телевидение